МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Дорог каждый погожий день. Министр сельского хозяйства ознакомился с ходом полевых работ. И ремесло, и искусство. В художественном музее открылась выставка изделий гончарного дела. Шайбу, шайбу! Новочвахстарская хоккейная команда «Сохол» выступит в первенстве высшей лиги. Правительство Чуваши рассмотрело сегодня ряд законопроектов и других документов, направленных на совершенствование и развитие нормативной базы в разных областях. В частности, члены Кабинета министров обсудили проект закона о промышленной политике Чуваши. Закон о промышленной политике разработан в Минэкономразвитии. В документе дается определение понятию промышленная политика в Чувашской республике и обозначаются ее основные направления. Среди которых это техническое переворужение, модернизация, развитие импортозамещения, индустриальных парков, кадровое обеспечение, повышение производительства труда и создание высокопроизводительных рабочих мест, а также полномочия органов государственной власти и органов местного управления в сфере промышленной политики. Кроме того, меры стимулированы деятельностью в сфере промышленности. Кроме того, проектом закона предусмотрена возможность создания регионального фонда развития промышленности. На совещании также был рассмотрен вопрос об организации учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности главой Чуваши Михаил Игнатьев заметил, что в настоящее время не во всех районах республики есть возможность смотреть местные телеканалы и поручил решить этот вопрос. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Арбитражный суд города Владимира признал законным решение чебоксарских судей. Апелляцию их вердикта подал директор канашской компании «Стройсервис». Владимир Жураев пытался опротестовать высказывание главы Чуваши, но в высшей станции его жалобы отклонили. В июне 2013 года администрация Канаша заключила контракт с компанией «Стройсервис» на ремонт дороги по улице Павлова. Стоимость работы оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей. Позже подрядчики предоставили заказчикам документы о выполненном ремонте, но они оказались фиктивными. Выяснилось, что компания, которой руководил Жураев, приобретала некачественные материалы. Муниципалитету был причинен ущерб на сумму 600 тысяч рублей. Критики работы директора «Стройсервиса» подверг и глава Чуваши. Произошло это в прошлом году на совещании с активом Канаша. Высказывание Михаила Игнатьева Владимир Жураев попытался обжаловать в арбитражном суде. В качестве компенсации СТЭЦ требовал взыскать с ответчика 1 миллион рублей. Но Фемида признала законной позицию руководителя региона. В ходе неоднократных судебных разбирательств, которые происходили в течение 2014 года, арбитражный суд Чувашской республики изучил все материалы дела и пришел к выводу о том, что все высказывания главы Чувашской республики Игнатьева Михаила Васильевича не противоречат закону, соответствуют сфере деятельности главы Чувашской республики как руководителя региона и не носят порочащий характер в отношении общества с ограниченной ответственностью строй-сервис. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев встретился с президентом компании Чувашкабель Владиславом Ивановым. Сейчас предприятие Чувашкабель ориентируется на оборонную промышленность и космическую отрасль. Здесь выпускают радиочастотные бортовые провода, автотракторные и осветительные шнуры. Недавно на заводе освоили и серийный выпуск кабелей для системы электрообогрева строительных конструкций, а также специальных высоковольтных проводов. Каждый год в цехах проводят модернизацию. Сейчас здесь установлено оборудование ведущих европейских фирм. Михаил Игнатьев встретился и с сотрудниками управления Министерства юстиции по Чувашии. На встрече подвели итоги работы ведомства с начала этого года. В федеральном регистре нормативно-правовых актов Чувашии содержится более 10 тысяч правовых документов. Из них действующих больше половины. Управление постоянно проводит различные юридические и антикоррупционные экспертизы документов. С января этого года было рассмотрено более 460 проектов нормативно-правовых актов. Зарегистрировано около 300 уставов муниципальных образований. Ведомство ведет государственную регистрацию некоммерческих организаций, а также контролирует их деятельность. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев высоко оценил деятельность управления и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с органами власти республики. В самом разгаре сейчас уборочная страда. Как идет уборка урожая в Ядринском районе, проверил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов в рамках рабочей поездки. Ход уборки яровых и сев азимых зерновых культур проверили на полях племенного конезавода имени Чапаева. Сейчас уже посеяно 160 гектаров азимых культур. Осталось еще 300. Урожайность здесь неплохая. Уже третий год подряд увеличивают площади. Они закупили новые комбайны. Сегодня мы убедились в этом. Типа класс работают хорошо. Потери нет. Валовый сбор у нас сегодня составляет 16 800. Средняя урожайность по району 22,8 гектара. Новый зерноуборочный комбайн пополнил машино-тракторный парк конезавода. Усовершенствованный бункер вмещает в себя 7 тонн зерна и практически без потерь убирает урожай. В чем лично убедился министр сельского хозяйства Чувашии. По его словам, уборочная и посевная кампания в Ядринском районе проходят так же, как и в Среднем по республике. На сегодняшний день 170 тысяч гектаров убрано по республике. Это составляет 61% к плану. В целом намолочены 355 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 20,7 центнер с одного гектара. Это, конечно, ниже, чем к уровню прошлого года. Но в целом из-за того, что мы посеяли больше зерновых на 10 тысяч гектаров, я думаю, что воловка будет у нас не ниже, чем уровень прошлого года, а может быть даже чуть-чуть выше. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика. Сегодня дошколята села Чувашская Сорма Аликовского района сыграли новоселье. При средней школе открылась дошкольная группа, а в райцентре отметили День села. Подробнее об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске. В ближайшее воскресенье в Новочебоксарске прогремит праздничный фейерверк в честь 55-летия города. Торжественные мероприятия уже начались и будут проходить всю неделю. Какие подарки и сюрпризы ждут горожан и гостей города Спутника, нам рассказал глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков. Интервью с ним смотрите сразу после выпуска. К другим новостям. Глина во всех ее проявлениях в художественном музее Чебоксар открылась выставка Кера Магия 2015. На ней представлены работы лучших мастеров своего дела. Полюбовались достижениями гончарного искусства и мои коллеги. Керамика – это ремесло и искусство. Своеобразный симбиоз скульптуры и живописи. В течение 10 дней мастера со всей России творили, лепили, придавали форму, обжигали и глазуровали природный материал. Из ничем не приметного куска глины получились необычные, порой нестандартные керамические изделия. Лучшие из лучших работ представлены на выставке. А вот здесь, на этой выставке, представлены произведения, которые уже возвышены до уровня высокого профессионального искусства. Здесь мы видим также эксперимент. Красивый, здоровый эксперимент в керамике. Межорегиональный симпозиум керамики проходит в Чебоксарах уже второй раз. В этом году в нем приняли участие 8 художников. Во время симпозиума гончары не только творили, но и обменивались секретами лепки. Культурная жизнь, значит, жизнь мастеров в нашей республике, она продолжается. Вообще, Чувашский край богат глиными. Это было традиционно, это было испокон веков. Это продолжается сейчас. Я считаю, что это очень здорово. Оценить работу ремесленников, получить эстетическое удовольствие и даже вдохновиться смогли посетители выставки. Ирина Никифорова только делает первые шаги в этом промысле. Как я зашла, мне прям приглянулись красивые такие работы. Я только так впечатлилась, вдохновилась. Здесь так все интересно, все композиции такие представленные. Довольно необычные. Прям даже я себе из фонтанчик приглянула для дома. В планах организаторов сделать симпозиум шире и привлечь больше мастеров. Благодаря таким мероприятиям традиционное ремесло в республике постепенно возрождается. Обретает новый смысл и идеи. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Благодарность Министерству информационной политики и почетный знак Центральной избирательной комиссии республики вручены сегодня заместителю директора национальной телерадиокомпании Чуваша и Маргарите Гартфельдер. Награда приурочена к ее юбилею. Маргарита Гартфельдер – одна из самых известных в республике журналисток. В свое время работала в газете, на республиканском телевидении, возглавляла канал Чебоксара ТВ, стояла у истоков национального телевидения Чуваши. Как минимум половина сегодняшних работников электронных СМИ считают себя ее учениками. Вот уже второй созыв Маргариты Владимировны представляет журналистское сообщество в Центральной избирательной комиссии Чуваши. Это очень умный человек, интеллигентный. Мы вместе проводили не одни выборы. Мы вместе организовывали взаимодействие по внедрению Чувашского закона о равном доступе политических партий, представленных в Госсовете на телевидении и радио. Мы очень рады, что у нас наконец-то появилось свое национальное Чувашское телевидение и свое национальное Чувашское радио. Множество коллег, бывших и нынешних, присоединяются к поздравлениям и желают Маргарите Гартфильдер дальнейших успехов. Сама же она всегда говорила, что телевидение – это командная работа, успех которой зависит от взаимопонимания. Я вас очень люблю, мне хочется с вами работать. И мне кажется, у нас с вами совсем неплохо получается. Сегодня на Чемпионате мира по легкой атлетике завершились международные старты для Анжелики Сидоровой в прыжках в шестом. Анжелика стала единственной представительницей России в этой дисциплине, которой удалось выйти в финал чемпионата. Однако с трех попыток ей не удалось покорить даже стартовую высоту 4,5 метра. После соревнований спортсменка не смогла сдержать слез и попросила прощения у тренера всей сборной и тех, кто за нее болел. Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы в Чебоксарах Анжелика установила личный рекорд на стадионе 4 метра 70 сантиметров. Только за прошедший месяц в республике прошло пять соревнований общероссийского масштаба. Подробно об основных спортивных событиях уходящего месяца смотрите в эфире нашего канала сегодня в 21.00 в программе «Спорт для всех». И еще о спорте. Известная в республике новочебоксарская хоккейная команда «Сокол» выступит в первенстве в высшей хоккейной лиге. Новым тренером клуба стал хорошо известный в спортивной среде Владимир Синицын. В 90-х годах он сам играл в составе этой команды и до сих пор остается самым успешным ее игроком. Сумеет ли он стать лучшим в качестве тренера, узнаем в предстоящем сезоне. Перед сезоном 2015-16 годов в «Соколе» произошли изменения. Теперь командой руководит новый тренер. Кроме того, обновился и состав хоккейного клуба. Большинство из ребят – это бывшие игроки юношеской и молодежной лиги. Сейчас же им предстоит показать свои возможности в высшей лиге «Б», где требования намного выше. Пришел с Брянска, доиграл по МХЛ там, сезон прошлый. Понравилась команда, то, что вот попали в ВХЛ, первенство в ВХЛ. Хочу попробовать свои силы здесь. Ну, во-первых, нам надо определиться с составом. Пришел новый тренер, ставит свои задачи, свои требования. Кто-то соблюдает, кто-то нет. Естественный отбор. Будем строить команду. Посмотрим, что будет дальше. На данный момент в распоряжении тренерского штаба находятся 26 хоккеистов. Каждый горит огромным желанием достойно представить республику на первенстве в высшей хоккейной лиге «Б». Хотя уровень владения клюшкой у всех разный. Поэтому основной упор тренер Владимир Синицын делает на тактическую подготовку спортсменов. Больше всего на тактическое взаимопонимание, понимание то, что от них требуется. По идее, парни все, еще раз говорю, с желанием стараются соответствовать физически. Пока не могу сказать, потому что они кто-то занимался, кто-то нет. Но время есть еще, подтянем. А вот понимание – это тактика. Первенство ВХЛ сезона 2015-2016 годов стартует 17 сентября. Для нашей команды он начнется с домашних игр. Соперником выступит Смоленский Славутич. Игры пройдут 19 и 20 сентября на льду Чебоксары-Арена. Поддержать нашу команду могут все желающие. Екатерина Абрамова, Россий Мухаммедов, Республика. Один из крупнейших операторов сотовой связи в Чувашии «Мегафон» отметил свое 11-летие. По традиции в день рождения принято подводить итоги. И в данном случае компании есть чем гордиться. Подготовка к новому учебному году для родителей школьников с каждым годом обходится все дороже. Ортопедический рюкзак, удобная обувь, костюм, желательно только из натуральных тканей, учебники, канцелярские принадлежности. А еще телефон, компьютер. Набор для школьника выходит затратный. Сбербанк готовит помочь родителям учеников. Репортажи об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Свою историю в нашем регионе «Мегафон» начал с рекорда. В первый же день абонентами компании стали 5000 человек. Спустя 11 лет число проданных сим-карт уже превысило 640 тысяч. Для такого большого количества клиентов созданы все условия. Чтобы доступ к услугам был максимально открытым, «Мегафон» активно расширяет сеть фирменных магазинов. Всего в Чувашии их 60, половина из которых находится в столице республики. Начиная 11 лет назад работы в регионе, «Мегафон» сразу сделал ставку на надежность связи. Уже при запуске у нас была самая широкая на тот момент сеть в регионе. Она включала 57 базовых станций, которые находились в крупных населенных пунктах республики. И благодаря непрерывному развитию сети, сейчас наши абоненты могут позвонить практически из любого уголка Чувашии. Уверенный прием сети «Мегафон» осуществляется на 95% населенной территории Чувашии. И чтобы еще больше улучшить качество связи интернета, в июле оператор значительно расширил возможности сети, внедрив дополнительный контроллер. В результате успешность голосовых и интернет-соединений теперь составляет 99%, что на 4% выше требований. Кстати, данные информации обрадуют и пользователи еще одного оператора сотовой связи. 14 августа «Мегафон» приобрел 100% акций «ЗАО «Смартс» Чебоксары». Фактически наши абоненты и абоненты «Смартс» получают совместную инфраструктуру «Мегафон» и «Смартс». Мы объединяем наши технологические ресурсы. Мы объединяем наши частотные ресурсы. Эта сделка откроет абонентам обоих операторов преимущество в сфере голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета. Абоненты «Смартс» по-прежнему могут пользоваться своими тарифами и номерами, в том числе и городскими. А в перспективе для них появится возможность быстрого подключения быстрого мобильного интернета 4G. На сегодня высокие скорости 4G интернета «Мегафона» доступны жителям городов Чебоксары, Новочебоксарска, Канаша, АллатРа и поселка Кугеси. Кстати, те, кто активно пользуются мобильным интернетом, чаще отдают предпочтение линейке тарифов «Все включено». Но самым популярным тарифом на протяжении нескольких лет все же остается «Переходи на ноль» с 20 бесплатными минутами внутри сети в день. Выгодные услуги действуют и для корпоративных клиентов. 8800, контроль кадров, контроль автопарка. Широкий спектр предложений дополняется надежностью связи. И количество абонентов, измеряемое в сотнях тысяч, еще раз подтверждает, что компания выбрала курс в правильном направлении. София Петрова готовится к важному событию – первому уроку в школе. Впереди у будущей школьницы контрольные пятерки в дневнике и игры на большой перемене с новыми друзьями. Да, мы первый раз, первый класс, поэтому это очень волнительно, радостно для нас. Нужны средства, чтобы собрать все, что нужно, чтобы наша принцесса была довольна, чтобы радовалась по ходу в школу. Для наглядности в Чувашском отделении Сбербанка провели деловую игру. Журналисты разделились на две команды и представили себя родителями школьников. Полностью подготовить первоклассника Аркадия к дню знаний удалось почти за 23 тысячи. А у 11-классника Владислава запросы еще выше. Плюс условные родители заранее отложили сумму на выпускной. В общем, получились довольно внушительные цифры. Сбербанк, разумеется, в курсе проблем, поэтому запустил акцию обратно в школу. Акция посвящена началу нового учебного года и предусматривает еще более льготные минимальные ставки по кредитованию. Если мы говорим о кредитовании без поручительства, то это от 15,5. Если мы говорим о кредитовании с поручительством, то это от 14,5. Единственным отличием по документам от стандартного продукта является то, что необходимо подтверждение наличия ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Единственное еще одно ограничение есть возрастное – от 23 до 58 лет заемщику. Потратить деньги можно не только на покупку школьных принадлежностей, но и на другие цели. Акция стартовала 3 августа и продлится до 30 сентября. Более 300 родителей школьников в Чувашии уже воспользовались предложением от Сбербанка. А это 37 миллионов рублей инвестиций в образование и развитие подрастающего поколения. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.